Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Доброе утро. Приветствуем вас, Иван. Здравствуйте. Доброе утро, студия. Доброе утро, зрители. Доброе утро. И вот хотелось бы начать именно с акцента, про который и Урсула фон дер Ляйен говорила. Сейчас вот практически все западные медиа об этом пишут, что 11 пакет санкций будет отличаться тем, что именно тут будет учтено самое главное направление, это предотвращение дальнейшего обхода санкций третьими государственными фирмами. Это то, с чем сталкивался Евросоюз на протяжении всех этих 10 пакетов. Насколько это действительно воплотимое в жизнь, в реальность задача, учитывая, что это же зависит от многих факторов, в частности, от законодательства отдельно каждой страны, ну, от желания, от политической воли руководства каждой страны, ну, и от меркантильных интересов некоторых акторов, как сейчас модно говорить, да, в некоторых странах. Это все действительно может стать реальностью, либо это, ну, красивое заявление? Ну, на 100% конечно не удастся полностью перекрыть подобный процесс, я имею в виду обход санкций, но это, во-первых, осложнит, и это вполне вероятно. Далее действительно разговоры о том, что в первую очередь сейчас надо смотреть за тем, чтобы не обходились санкции, иначе их эффект будет далек от ожидаемого. И здесь, думаю, все возможно. То есть те варианты, по крайней мере, что озвучены, говорят о том, что будет мониторинг торговых потоков. И вот как Урсула Фандерлянг заявляла, что если увидят, что в какую-то страну резко возрос торговый поток, и, скорее всего, далее эти товары дают в Россию, то, соответственно, экспорт этих товаров в ту страну, через которую этот поток возрос, будет прекращен или, по крайней мере, существенно ограничен. То есть уже называются страны, которые могут в первую очередь пострадать. Это Армения, это Объединенные Арабские Эмираты, и, если не ошибаюсь, Казахстан. Три страны, которые прозвучали, куда был отмечен резкий всплеск поставок из ЕС санкционных для России товаров, соответственно, эти страны могут быть готовы к тому, что по ним тоже будет ограничение. И, в принципе, это абсолютно правильный шаг. Думаю, что он даст свой эффект. Может быть, не такой, опять-таки, как рассчитывают, но, тем не менее. Но, знаете, в подводке к этому сюжету говорилось о том, что Россия все еще зарабатывает на нефти и газе. Частично, да, но вот утро сегодняшнего дня принесло интересную новость о том, что нефтегазовые доходы России за первые четыре месяца текущего года сократились на 52%. Это к тому, что все-таки эффект есть. И главное, чтобы никто не сходил с этого трека санкций и далее. Смотрите, вы уже отметили эти страны, называли Казахстан, Армения, Объединенные Арабские Эмираты. Financial Times пишет практически о том же и отмечает, что в этой когорте страны еще есть и Киргызстан. И отмечает, что только около половины товаров двойного назначения на сумму 2 миллиарда долларов, отправленных из Европейского Союза в Казахстан, Киргызстан и Армению, достигли заявленных пунктов назначения. Да, и вот опрошенные ими чиновники, эксперты отмечают, что товары были отправлены в прошлом году из стран Балтии, после полномасштабного вторжения России в Украину. И ЕС считает, что эти товары, они могут быть использованы в военных или разведывательных службах и подлежат экспортному контролю. Да, и эксперты отмечают, что вот такая торговля, такая теневая торговля позволяет стране-агрессору поддерживать экономику во время широкомасштабной войны против Украины и на фоне введенных санкций. Но вот, Иван, вопрос в том, а есть ли какой-то, давайте так, не то чтобы там наработанный механизм или набор инструментов, чтобы вот этих историй избежать в дальнейшем, да, вот если мы вот хотя бы, ну, прикинем какие-то варианты, которые могут быть на столе у стран Европейского Союза в частности, да, вот какие будут самыми простыми, я не знаю, решения или шаги? Или здесь нет каких-то простых вариантов? Ограничить вообще экспорт, да, или следить за торговыми путями, или прослеживать конечную точку получателя? Как-то вот как здесь действовать? Ну, в первую очередь, что я, кстати, ожидаю в этом пакете, это то, что будет запрет на транзит территории Российской Федерации под санкционных товаров, потому как очень часто происходили ситуации, когда эти товары, они как бы не для России изначально вроде как поставлялись, они поставлялись в Казахстан, Киргызстан, любые страны, которые, скажем так, доставка товаров, которые требуют использования территории Российской Федерации. Железную дорогу Российской Федерации, учитывая огромную территорию этой страны, это, в принципе, многие страны получали товары, так или иначе связанные с ее территорией. И вот если будет запрет на транзит, об этом говорят, в принципе, и в Европейском Союзе, то это будет приводить к тому, что таких вариантов, таких возможностей обходить санкции не будет. Так что делала Россия ранее? Она создавала свои фирмы, грубо говоря, в том же Киргызстане, в Казахстане. Эти фирмы покупали подсанкционные товары, их везли в территорию России, проходя по России, они исчезали. Фирма, поскольку принадлежала россиянам, заявляла о том, что товар получен, и вроде как все нормально. Но на самом деле этот товар не был, естественно, получен, так как он остался в Российской Федерации. И вот чтобы избежать подобные варианты, надо запрет транзита. И все-таки я и в ваших эфирах, и в других каналах говорил, что я все-таки жду, что будет ужесточение транзита в Калининградскую область, которую, как известно, недавно поляки назвали круловец. То есть это очень важно, поскольку подобные санкции были, но потом и сам же Европейский Союз внес изменения в них и сказал, что вы знаете, автомобильными дорогами нельзя, а вот железной дорогой можно. Вот здесь вопрос, а чего так? Почему автомобилями нельзя, а железной дорогой можно? Притом, что нельзя вообще. То есть тут надо как-то более ужесточать уже введенные санкции, следить за тем, чтобы наложенные санкции просто не снимались, поскольку вот за эти почти уже 15-й месяц войны мы неоднократно видели ситуации, когда санкции накладываются, а потом начинаются внутренние игры в самом, допустим, в Европейском Союзе, и санкции отменяют турбины Сименс тому пример. Когда вначале Канаду просили не давать их, потом сама же Германия просила Канаду нарушить санкции, которые вел Европейский Союз, и дать эти турбины, которые ремонтировались в Канаде, а России. То есть ситуация парадоксальная, но тем не менее вот из-за таких моментов эти санкции не дают ожидаемого эффекта. Я жду помимо ограничения транзита еще и более жесткие предписания соблюдения того, что введено, и механизма отмены того, что введено, чтобы это не было как-то так очень просто, как это уже происходило. Смотрите, вы только что, знаете, вот расписали, я думаю, те схемы, которые сейчас известны не только европейским чиновникам, российским, казахским, армянским, представителям Объединенных Арабских Эмиратов. Но, знаете, ладно, торговля, как бы, ну, не то чтобы там понятно, хотя и это непонятно, да, санкции должны работать, но есть же, знаете, вот эти лазейки, о которых и вы сказали, схема, по которой они получают те же турбины, оптическое оборудование, оборудование для самолетов, ну, и, как мы понимаем, не только с помощью, там, Казахстана, Кыргызстана или Армении можно эти санкции обходить, есть же и другие, как сказала Ксения, как акторы, акторы, да? Акторы. Акторы, не, акторс, да? Ну, акторс это Голливуд, акторс это что-то больше так. Игроки, игроки, будь ласка. Да, безусловно, есть и другие, в данном случае, вот сейчас, как говорится, интрига дня, это будет ли Китай в этом пакете санкций, поскольку есть намеки на то, что некоторые китайские фирмы, которые, частные фирмы, это очень важно, негосударственные, которых уличили в том, что они поставляли в Россию определенную продукцию, будут ли они под санкциями. Так это все-таки, учитывая отношения Китая и Европейского Союза и заявления некоторых политиков, ведущих Европейского Союза, допустим, Макрона, президента Франции, о том, что вот мы хотим развивать с Китаем отношения, на столе лежит инвестиционное соглашение, оно лежит, кстати, если не ошибаюсь, с 20-го года, еще со времен ковида, разгара из этого его тогда, скажем так, не приняли, но, тем не менее, разговоры ведутся о том, что будет заключение большого инвестиционного соглашения ЕС и Китая, и это будет способствовать развитию их торговли. Но, тем не менее, если китайские фирмы оказываются под санкциями, это, естественно, осложнит отношения ЕС и Китая, и этого не хочет. Похоже, не ЕС, но Китай, тем более, этого не хочет, так как для развития экономики Китая необходимо хорошее отношение с Соединенными Штатами Америки ЕС. В США особых отношений уже нет, остается надежда на ЕС, так как Россия технологии Китаю точно не продаст, поскольку не имеет он. Соответственно, здесь вопрос, пойдет ли ЕС на то, что Китай окажется в этом пакете санкций, и пока что, скажем так, скорее пойдет, чем не пойдет, но пойдет, но посмотрим. То есть тут, к любому, это всегда интрига, что в итоге уберут, а что все-таки останется, и эта интрига до последней секунды. Я вам сейчас еще интригу добавлю. Вот в плане Китая... Ух ты, интригам просто какие-то. О Китае вы сказали, да, тут, оказывается, по данным Reuters, активы семи китайских компаний могут быть заблокированы в Европейском Союзе, но интрига в том, чем же обещают ответить со стороны Китая, потому как в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Виньбинь заявил, что его страна призывает ЕС не идти по неправильному, это цитата, пути, и что Китай готов принять меры для защиты своих прав и интересов. Вот есть тут интрига или нет? Что же такое может предпринять Китай? Ну, это хороший вопрос, потому что, подчеркиваю, для Китая важны технологии. Технологии, которые он получает либо из ЕС, либо из США. США в осложнении, более того, США уже заявили, что никакие чипы не должны производиться в Китае, и они на внутреннее производство переориентируют, и это намеркнет то, что технологий оттуда не будет. Соответственно, для Китая важны технологии из Европейского Союза. Если Китай пойдет на санкции против Европейского Союза, это может привести к тому, что и здесь возможность получения технологий у Китая исчезнет. А без технологий, как показывают последние годы, развитие Китая будет очень сложно, поскольку даже элементарно простые цифры. В 2001 году, еще до вступления в Всемирную торговую организацию, Китай экспортировал во все страны мира товаром на 266 миллиардов долларов. И Китай был шестым экспортером в мире. В 2022 году, уже сейчас, Китай экспортировал товаров на более чем 3 триллиона долларов, и он был ведущим экспортером в мире. За счет чего? За счет того, что они вступили в Всемирную торговую организацию и получили технологии от США и Европейского Союза для развития своей промышленности. Если этих технологий у них не будет, они продержатся какое-то время, но дальше они будут отставать. А это им не выгодно. Поэтому, да, Китай, как одна из ведущих экономик мира, не может сказать, что да, конечно, мы принимаем санкции без проблем. Риторика пока будет воинственная. Но экономические расчеты, которые, безусловно, ведутся в Китае, показывают на то, что вообще-то и ЕС, и США – это их ведущие торговые партнеры. Доля России незначительная. И жертвовать своим экономическим будущим ради далеко не ведущего своего экономического партнера России они вряд ли захотят. Поэтому заявления жесткие есть, но вряд ли за этим последуют жесткие действия. По крайней мере, удивлюсь, если они будут. Смотрите, Иван, говоря о очередных, знаете, шагах Европейского Союза, но в целом мирового сообщества, как мы понимаем, речь уже идет не столько о санкциях, а о том, как бить по рукам тем, кто их пытается обходить. Да, вот как прикрывать эти истории, как заворачивать, как ликвидировать эти схемы. И хотел бы, чтобы вы прокомментировали, знаете, вот какой должен быть здесь подход. Вот моя коллега Ксения, да, она говорила о том, что, ну вот тут как, всем миром или здесь может быть какая-то индивидуальная история по поводу отдельных каких-то государств. В частности, Гардиан сообщает о том, что Кипр получил, сколько, 800-страничный документ о том, кто, каким образом, из чиновников, или там индивидуальных каких-то игроков, помогает обходить санкции, Алишера Усманова, соответственно, да, и отмечается, что Кипр, понятно, он должен на это ответить, 800 страниц, соответственно, да, и вот тут вопрос, как, вот тут Соединенные Штаты Америки, Атлантика, и вот Кипр. Понятно, что все связаны экономически, финансово, да, грубо говоря, вот разными корпоративными связями и так далее, но вот каким именно должен быть вот этот подход, потому что, как мы понимаем, ну, в принципе, в принципе, все все знают. Решилось только, знаете, решить вопрос по поводу того, каким образом бить по рукам вот тем игрокам, тем, я не знаю, странам, которые или это позволяют, или просто закрывают глаза. То вот каким должен быть этот подход эффективный, Иван? Значит, извиняюсь, значит, в первую очередь, что мне кажется, надо все-таки понимать, насколько то либо иное действие влияет на ход событий. Вот много говорилось о том, что вот некоторые страны покупают там нефть у России, и это плохо, но с другой стороны, если посмотреть, что происходит дальше с этой нефтью, эта нефть перерабатывается на дизель, этот дизель в итоге поступает в Украину и заряжает наши танки, это уже хорошо. То есть я к чему веду, к тому, что надо анализировать каждую отдельную ситуацию на предмет того, насколько она влияет на динамику событий, которые происходят в Украине. То есть единообразия, мне кажется, все-таки не надо, поскольку если вот пример с нефтью, когда она в итоге перерабатывается на дизель, а дизель идет в танки Украины, это же позитивный пример и показывает, что он скорее работает на Украину. Тоже санкционная политика аналогична. Что надо смотреть, какие страны, в обмен на то, что им позволяют, где-то как-то может не полностью использовать санкции, и какие они действия делают в пользу Украины, и на какие они идут шаги. Тот же Кипр, мы знаем, что Bank of Cyprus, ведущий банк Кипра, уже потихоньку воет санкции против россиян, это позитивный сигнал. Кстати, вот упоминались ранее Объединенные Арабские Эмираты, они же тоже, по крайней мере, один из двух ведущих Эмиратов этой страны Дубай, банк этого Эмирата, уже дал понять россиянам, что будет ограничение на инвестиционные счета, то есть это уже движение для нас в правильном направлении, когда страны, которые не присоединяются к санкциям, они, собственно, потихоньку начинают вводить ограничения, это плюс. Кстати, вот порог нефти, тоже перед началом сюжета говорилось о том, что надо его понизить. Знаете, мне кажется, что он не был понизирован сейчас, то есть осталось на уровне 60 за баррель российский юрлс. Почему? Потому что к нему присоединилась Индия. Это очень, мне кажется, хороший обмен, когда в обмен на то, что не было понижения, я не исключаю, что это был обмен, на то, что не было понижения этого барьера, к нему присоединилась номер один страна по населению, так как Индия уже обошла Китай по количеству населения, и это, безусловно, плюс. Так что здесь индивидуальный подход, который должен базироваться на понимании того, насколько то-либо иное действие акторов, как мы так же сказали, влияет на ход событий в Украине, насколько она будет позволять Украине добиться победы, о которой говорят, ну, не только в нашей стране, а во всем цивилизованном мире. Индию сейчас вспомнили, и тут так совершенно неожиданно, совершенно очень свежая, вот буквально 45 минут назад вышла статья на британском BBC, как раз про эту историю. Я вот дословно сейчас процитирую вам. По данным индийского государственного кредитора Банков Борода, в прошлом году импорт российской нефти в Индию вырос в 10 раз. Цифра показывает, что третье по величине экономика Азии сэкономило около 5 миллиардов долларов за счет увеличения закупок сырой нефти в Москве. Ну, и это все связано с тем, что западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину. Но мы понимаем, что очень неплохой куш сорвала себе Индия на этой всей ситуации. На что за претензии, которые звучат в сторону Индии, отвечает, например, министр иностранных дел страны, господин Джай Шанкар, он часто отвечает на эти вопросы, вопросом на вопрос, да, а почему же, в общем-то, Европа, такая, если принципиальная, не сократила расходы в первый день войны. Но этот вопрос у него кочует из месяца в месяц. Тем не менее, вот видите, свежее внимание привлечено опять к индийской возможности зарабатывать на нефти. Вот как вы отреагируете на эту ситуацию? Сеня, можно я добавлю немного еще? Просто вот, ну, такую дремарочку позвольте. Это не противовес, а просто в контексте. Просто тогда возникает вопрос, если вы так увеличили процесс закупки российской нефти, а куда вы ее деваете? Как бы вот, да, вот? Вот как-то вот, да. Давайте эту схему немного раздвинем и расширим, да. Да, и вот здесь вопрос, то есть, то, что я приводил пример, если это не частично идет на переработку дизеля для танка Украины, вопросом нет. Но если вы ее пытаетесь перепродать кому-то, то есть вы наживаетесь на ровном месте, но с другой стороны, опять-таки. А если это наживается Индия, но она наживается за счет, по сути, России. Вот та цифра, которая сегодня представлена общественности, это 52%, это российское министерство финансов представило эту цифру, что сокращение нефтегазовых доходов 52% за первые 4 месяца текущего года. То есть это показатель того, что сейчас на российской нефти зарабатывает не столько Россия, а столько Индия. И здесь вопросов к Индии особых нет. Так как для Украины, конечно, лучше, чтобы Индия зарабатывала, а не Россия. А в России, наоборот, вот эта дыра в бюджете, которая, у них доходы, если не ошибаюсь, 7,8 триллионов, расходы 11,2 триллиона. То есть мы понимаем, что вот эта дыра, она остается, даже она потихоньку увеличивается. И в том числе благодаря тому, что страны, которые вроде как сохраняют нормальные отношения с Россией, в то же время они покупают у нее по дешевке энергоресурсы. Россия на них особо не зарабатывает. А с точки зрения санкционного давления на Россию, главное это ограничить ее расходы. Не надо, чтобы Россия, когда говорили, запрети полное торговое эмбарго России сделать. Это для нас, конечно, было бы хорошо, но проблема в том, что Россия – это одна из ведущих экономик мира. Она 11-я была в прошлом году, и так просто ее нельзя выпилить. И если это сделать, проблемы могут быть во всем мире. И вот чтобы этих проблем не было, и у нас нормальные отношения были не только с странами Запада, но и с Индией, Китаем и другими, скажем так, странами. Когда-то был термин «непросоединившиеся страны», то есть не блок Запада, не СССР, а третьи страны. Вот чтобы сохранять с ними нормальные отношения, мне кажется, что желательно, чтобы все-таки они могли покупать у России товары, но по максимально низким ценам, чтобы товары у этих стран были, а денег у России не было. И вот та динамика, которая сейчас присутствует, она, мне кажется, как раз и помогает вот эту создать ситуацию, когда Россия вроде как бы продает нефть, но при этом денег с этого имеет 52% меньше, как мы видим по примеру вот этих цифр в сравнении с первыми четырьмя месяцами прошлого года. То есть здесь максимально ограничить Россию в получении денег. Я думаю, это главное, а не давать ей продавать товары из них. Если она будет продавать себе в убыток, это только будет хорошо для нас. Вариант, вариант в подходе. Иван, спасибо вам большое, как всегда, с толками расстановкой. Благодарим вас за разговор, за этот анализ. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, был с нами на связи.